Привет, народ! Когда ещё снимать, как не после работы? И сегодня у нас с вами тотальная распродажа из магазина заодно. Как вы знаете, я уже не раз об этом упоминала, что их по Москве и, по-моему, даже по всей России их закрывают. Поэтому всё распродаётся. И цены, наверное, подпишу на экране под каждый товар, потому что чек я уже не помню, куда заховала. Так, начнём подряд. Вот такой вот трос специальный. Какие-то, в общем, завязывать, что-то тащить. В общем, пригодится. 5 метров с крюками, храповой механизм автоматический. Вот так выглядит. Цену напишу потом. Предназначен для крепления багажа. По-моему, он 20 с чем-то рублей стоит. Так, дальше. Такой же, но маленький. Здесь, правда, не написано, сколько в нём метраж какой и вообще для какой массы он предназначен. Здесь ничего нет. Ну, ремень, крепление груза, материал полиэфирная, нить. В общем, ну, длины и веса не написано. Без прикола не бывает. Так, дальше. Дальше взяла, по-моему, 9 рублей. Вот такой переходник. Это вот штекер к штекеру. Ну, пригодится на всякий случай. Здесь не написано, для чего он, для гаджетов каких-то. Ну, в принципе, видно, что с одной стороны штекер и с другой стороны тоже штекер. В общем, если что-то удлинить надо, то пригодится, в принципе. Так, потом у меня идут очень много всяких креплений телефона к чему-либо. Поскольку я сейчас в основном телефонный блогер. Поэтому, в общем, вот такое вот крепление. Я пока не разобралась. Я не все еще опробовала. Как видите, они запакованы. Я еще не доставала. Автомобильный дефлектор. Я подозреваю, что он на решетку крепится. Ну, в общем, вот такой вот. Если его буду использовать в деле, то покажу вам, как он работает, как его крепить. Так, вот такой переходник для этого самого, для прикуривателя. Ну, бывает иногда в машине надо что-то зарядить, срочняк просто. А переходника не было. По-моему, он стоил... Ну, я напишу, как уже говорил, цены напишу. Потому что не помню, куда делаете несчастный лиценник. Наклейки. Говорят, что они уже не нужны. А я закупилась целых... Целых... Сколько тут получилось у меня? Целых... Целых... Целых три штуки. Так что, пока не отменяйте, пожалуйста. Наклейк много у меня. Не знаю, кстати, отменят. Кто знает, в общем. Коврик для мыши. Такой рыженький. В цвет алистки. Ну, мой уже почти протерся. Поэтому, почему бы и нет. Коврик он всегда нужен. Так. Следующее крепление. Вот такое вот. Оно на магните. Здесь с обратной стороны магнит. Тоже пока не разобралась, как к нему крепится все это дело. Но подозреваю, что он тоже куда-то... Типа решетки. Ну, в общем, знаете, когда они продаются по 30 рублей, почему бы не взять. В общем, цены все подпишу, как сказала уже. Так, сейчас. Следующее. А, набор вот таких вот... Как это? Гаечные ключи. Да? Да. Здесь разные размеры. В общем, всегда пригодятся. И дома, и на даче. Как бы. В общем, дело такое. Затем. Косметическая такая тема. Такая вот мицеллярка. Вилента. По-моему, это белорусская. Честно говоря, я не знакома с производителем. А, нет, это не Белоруссия. Оказывается, это в Москве производство. О, да. Вот это да. Ну, в общем, вот такая вот Вилента. Это мицеллярная вода 3 в 1 с экстрактом ирисом. Можно очищать лицо, снимать макияж и также губную помаду. Увлажняет, успокаивает, бережно очищает, удаляет макияж. Ну, я как бы не с точки зрения макияжа, как заметили, я не очень люблю краситься. Но, как бывает, иногда нужно удалить там пыль с лица. И, в общем, вот эти мицеллярки, они очень хорошо снимают весь грязный слой. Когда с улицы приходишь, особенно летом, когда вот в городе такая жара и... Ну, и зимой, в принципе, тоже. Так, и следующий тоже от Вилента. Очищающий тоник для лица с экстрактом цветов мандарина. Написано, матирует кожу для нормальной и комбинированной. А тут что было написано? Для всех типов и для чувствительной. Вот это вот, для чувствительной и для всех типов. Так, это у нас для нормальной и комбинированной. Очищает по типу пилинга, выравнивает текстуру, сужает поры, освежает. Вот такой рыженький. Красивые такие бухгалечки. Так, и третье. Мицеллярный тоник для очищения и сужения пор с солодкой. Глубокое очищение, восстановление баланса, уменьшение пор, упругость кожи. Вот такой красивенький. Мицеллярный тоник, да. Цены подпишу, как уже сказала. Так, экране пакет пустой. Так, чтобы вы мне потом не говорили, что я типа не из того магазина, да, показываю покупки. Вот вам пакет. Взяла гелевые ручки, две зеленые, потому что почему-то они очень быстро заканчиваются. И флуоресцент на оранжевую тоже как-то мне понадобилось. А, нет, она, подождите, она не оранжевая, она розовая. У меня кончилась. Вот. Ну, как 9 рублей, по-моему. Так, следующий тоже вот такой переходник. Не переходник, как это, крепление для телефона. Сейчас, вот. В принципе, видно. Держатель для телефона. Так, сейчас я вам его покажу. Так, тут тоже несколько деталей. Я пока не особо разобралась. То есть, есть вот такая деталь. В принципе, тут все понятно. Устанавливается сюда телефон. И, в общем-то, здесь раздвижное. Раздвижное. И что-то фиксируется. Да, в общем, раздвижная эта штука. И она фиксируется. Кнопочка отлетела. Сейчас возьму. Так. В общем, уже что-то сломалось. Потом починю. Отлетела вот здесь кнопочка. Нужно нажимать ее. И, знаете, по принципу канцелярского ножа. То есть, нажимаете, выдвигаете. И обратно в другую сторону нажимаете. Она фиксирует. В принципе, здесь как-то хиленько. Но можно, знаете, подделать механизм такой. И мне нравится, что сзади у них вот здесь головка такая. И она универсальная. То есть, можно все комбинировать с разными другими держателями. Вот. Ну и, в общем, вот такая какая-то штука. Какая-то вот такая штука. Куда она крепится, каким образом. Это я потом разберусь. Так. И самый мой любимый. Я просто безумно рада, что его ухватила. Вот такой вот. Он пересасывается намертво. К любым вообще поверхностям. Вот. Вот такая коробка. Я вообще, я так рада, что он самый классный. Он, у него вот эта ручка гибкая. Ну, как гибкая. Она очень тугая. Но это хорошо. То есть, вы зафиксировали. И у вас, даже если вы сюда камеру нацепите. А камеры очень тяжелые. Он выдержит. И вот эта вот присоска. Она не просто. Вот можно посмотреть, что она плоская. К чему она будет присасываться. Не все так просто. То есть, вы прикладываете к стеклу. А потом нажимаете вот здесь кнопочку. И она присасывается сама. То есть, вы ее потом вообще никак не отдерете, если только вместе со стеклом. Вот. Гениальное вообще изобретение. Ну, а здесь все просто. То есть, я как говорила, здесь шарик. Вот такое же круглое крепление. И универсальное. И здесь просто прищепка, в которую вы вставляете телефон. Все. Просто супер. Весь вот это вообще классно. Я безумно рада своим покупкам. Ну, и, соответственно, чек показывать не буду. Напишу все на экране. Вот такие были покупки. В общем, отоварилось. Буду ими пользоваться, я надеюсь. Один надо починить. Уже кнопочка сломалась. Ну, может быть, бракованный был. Всяко может быть. На самом деле, так можно купить и в каком-то крупном магазине. И тоже попадется брак. И потом вы никак его не поменяете. Особенно, если товар по акции приобретался, то его обмену и возврату, он, как правило, не подлежит. Такой обзорчик. Подписываемся, ставим пальчики вверх. И увидимся с вами уже очень скоро в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok